Всем привет, мои хорошие! Сегодня у меня в гостях на празднике 200 тысяч. Моя подруга Жали! Привет всем! И как всегда, Жали мы кушаем роллы. Потому что Жали больше ничего не ест. Да, запомните. Когда я приду к вам в гости, только роллы. Завтра к обеду Жанрол. К сожалению, они немножко остыли. Я виновата. Но я их заказала слишком рано, на самом деле. Вот я должна учитывать, что моя подруга похожа на меня. Она придет, так, кстати. Мы всегда ее ждем по несколько часов. Так, первый пошел. Ты, я надеюсь, голодная? Мы должны все это снести. Я с радостью. Могу и тебе получить. Это очень вкусно. Велоситительно. Как у тебя дела? Я знаю, что ты эту штучку не любишь. Какую? В саби. А, это к тебе. Ты знаешь, кому это. Спасибо, дорогая. Поздравляю тебя с 200 тысяч. Ты умничка. Дай бог, я с тобой. Дай бог, миллион. Миллион, как минимум. Вот, чтобы ты получила золотую кнопку. Жили увидела серебряную кнопку. Я такая, это настоящая кнопка. Я говорю, там можно краситься. Там зеркальце. Я говорю, ну, вообще-то там, вообще-то у тебя подруга знаменит. Да, Грайка, я первый раз вижу. Хотя я у тебя сколько раз была. Так я ее туда не клала никогда. Потому что Твикс один раз лазил по этому комоду, уронил. Там, кстати, есть мятина. На память. Нежнятина просто. Вот, чтобы твой канал развивался. Всегда. Чтобы ты до старости ела эти суши. Я, кстати, раньше всегда думала, что я буду вести канал до каких-то пор. То есть, например, до 35. А потом брошу. Просто потому, что я уже старая, да. А сейчас я думаю иначе. Я думаю, что дальше зрители будут, например, другого возраста. Тоже пожилые какие-то бабушки. Вы же тоже растете. Сейчас я считаю, что мне кажется, например, вот мои зрители. Они тоже постареют. Ой, постареют. Ну, станут пожилыми. Вот. Мы будем сидеть. Я буду рассказывать про пенсию. Про добавки в пенсии. Да. Что сколько я налогов заплатила. И в конце сколько я пенсию получила. Кстати, этим надо заниматься. С молоду. Чтобы у вас была хорошая пенсия. Мне тоже надо сходить. Обязательно сделать карточку. Каждый раз, когда я плачу в пенсионный фонд денюжки. Мне надо регулировать, что эти деньги сели. Расскажешь мне об этом подробнее? На самом деле... Я ничего не знаю. Очень важно. У меня папа всегда как бы следил за этим. Всегда, когда он устраивался на работу, он всегда старался, чтобы это было официально. Чтобы вот зарплата его полностью была вся официально. И теперь ему светит очень хорошая пенсия. Все говорят, а непонятно еще, доживут о пенсии или нет. Доживешь. А когда доживешь, скажу, опоздали. Такая интересная тема для разговора. Пенсия. Мне кажется, нас очень много смотрят. Кому это интересно? Пенсию. Мы думаем, что это нас еще не скоро ждет. Что это нам сейчас не нужно об этом, обо всем узнавать. А потом так открываешь глаза. У тебя мама на пенсии? Нет. А то ты. Моей маме всего... Сколько моей маме? 48. Моей маме 48. Папа тоже не на пенсии. Смотри туда. У меня бабушка на пенсии получает мизерную пенсию. Просто бабушка рассказывала, что дедушка лет 30 назад, ей говорили... Нет, не 30. А лет 60 назад. 60 лет назад. Говорил о том, что у тебя много детей, ты можешь получать пенсию больше, надо дать кому-то взяточку. Бабушка сказала, я взятку не дам. Да. Я слышала твою историю про бабушку, где она укол боялась сделать. Или что она там боялась? Из пальца кровь боялась. Не дала взятку. Да. Когда хочет, может. Просто не всегда хочет. Когда ей надо. Дедушка сколько уговаривал бабушку, что давай тому взятку дадим. И будет у тебя офигенная пенсия. Тем более, ты мать-героиня. У тебя столько детей. Как многодетная мать тебе полагается пенсия. Моим тоже полагается. Нас же четверо. Кстати, вы родились в России. Вы не получали материнский капитал? Нет. Мы как-то этим всем вопросом не занимались. Нам не нужно было в те времена материнский капитал. У меня, кстати, Тимка тоже гражданин. У меня Тимка тоже гражданин России. Я Азербайджана. Кстати, есть такое правило, что до 18 лет ребенок имеет право выбирать. После 18, точнее. Хочет он остаться гражданином России или хочет остаться гражданином Азербайджана. Это потому, что родители, ты гражданка России, муж у тебя гражданин Азербайджан. А, да, да, да. Поэтому... И 18 лет Тима выберет что? Россия! Думаешь, Россию выберет? Не знаю. Если будет ближе к тебе, то да, Россию. Я не планирую жить никуда. Я тоже. Мне нравится Азербайджан, мне нравится Баку. Я влюблена в этот город. Просто влюблена. И вот у меня сестра, она хочет в Россию. Я не хочу. Потому что у тебя дела хорошо идут здесь. Ты востребована здесь как тренер. В принципе, ты и там можешь работу найти. Все-таки можешь быть и за мужем, и за ребенком. А муж не переехал бы в Россию? Мне кажется, если бы у него там была хорошая работа, предложили бы что-то хорошее. Переехал бы. А ты нет? Не хочу. Но пришлось бы. Например, мой парень... У меня голос изменился. Он категорически против России, переезда в Россию. Да ладно. Да, он наоборот отца переезд, например, в Европу куда-то. Он говорит, что Россия, это везде криминал. Такое у него представление о России. Был везде, во всех странах Европы, а в России не был. И у него почему-то по фильмам, наверное, ассоциация, что везде убивают. Криминал. Можно мы откроем уже соки? У меня уже пустой. Это я верблюд. Он вообще не знает. Я знаю. Мне так нравится, например, выложила видео. Только выложила. А я не могу открыть? Здесь в семье, мужик, я. Что ты выложила? Что я там делала? В общем. Видишь, как я. Я, в общем, выложила видео. Профессионал. Проходит 13 минут. Ровно 13 минут длится видео. Выложила 13 минут. Прошло 13.57, например. 57 секунд. Ровно через 13 минут 57 секунд отжали голосовое сообщение. Айка, ты тут говорила про это. Я тут с тобой согласна. Подруга, которая действительно добровольно смотрит твои видео. Я реально, я когда что-то делаю, у меня на фоне либо Айка, либо Рината Литвинова. Я недавно узнала, что я конкурирую с Ринатой. Я ее обожаю просто. Я просто ее обожаю. Я тоже начну смотреть. Многие ее считают странной из-за ее голора, да? Но она такие опытные вещи говорит. Я люблю синюю женщину, таких вот, как она. И как ты, значит, ты тоже синюю, смотри. Я и тебя смотрю. У нас, Жали, очень много общего. Единственный минус. Не то, что минус, мы разные. Я люблю косметоз, а она нет. Не люблю. Я не поднимаю в косметике. Тут недавно ходила косметику выбирать. Взяла сестру с собой. Я говорю, Лали, как ты думаешь, вот эту штуку брать, она нам понадобится? Она так надо мной смеялась. Я знаете, как, чтобы, да что-то было бы. Там губы накрасила, там глаза что-то сделала. Но у меня обычно нарощенные ресницы. Но в этот раз их нет. Мне не надо красить глаз. Я сразу, Жали, говорю, как ты могла пойти в магазин, купить косметику и без скидок. Она купила косметику от NYX. Но на NYX постоянно скидки. 30% на все. То есть ты могла бы купить на 30% дешевле, но ты это не сделала. Ты могла бы мне об этом сказать. Я, честно, думала, что ты знаешь, потому что на свой день рождения купила до хрена всего. Я тебе рассказывала про эти скидки, про все такое. Да, бери. Ты смотри, я беру все от тебя. У меня тут все. А я от тебя. С креветкой тебя обожаю. Я, кстати, с шапочкой люблю. Я планировала там сесть. Да? А что же здесь села? Ой, да. Девочки, потом не пишите, пожалуйста, что вот ты фитнес-тренер, ты ешь с шапочкой, с майонезом и так далее. Я тоже могу себе позволять есть, что я хочу. Мне очень нравится фигура Жали. Очень. Особенно пятая точка. Я ей говорю всегда, не показывай. У человека появляется зависть. Тебя хочется убить, понимаешь? Ты человека направляешь на преступление. Да. А еще заставляешь человека учиться. Кстати, сегодня я буду подглядывать, как Жали ведет тренировку. Интересно. Я знаю, что она после этого точно ко мне никогда не запишется. Я планировала одно время. Потом она сказала, что надо изменить питание. Питание – это все. Она сказала, я тебя не знаю. Когда-нибудь. Когда-нибудь. Сегодня мне такая говорит, Жали, тогда я сяду на правильное питание. Вот когда я закончу с мукбанком, вот когда... Хотя нет, я никогда с мукбанком не закончу. Значит, я никогда не буду правильно питаться. Вот план Айки. У нас, как и всегда, разговор о том, о чем. Мне кажется, если ты хочешь быть красивой, ты должна чем-то пожертвовать. Я понимаю людей, которые ходят к тебе, чтобы похудеть. У тебя реально есть офигенные результаты. Но как ты всю жизнь правильно питаться, у это нельзя, то нельзя. Это реально, оно очень редко устраивает тебе вот такой выходной. Вообще, сегодня будут чипсики. Да, я сегодня отдыхаю. Сухарики. Никогда не заводите такую подругу. Если вы тренер. Испортит репутацию напрочь просто. Нет, иногда нужно, чтобы не сорваться. Потому что тоже человек. Да. Да, конечно, человек. Как ты думаешь... Мы были очень колонны. Ну, конечно. Я ждала тебя. Ты красилась туда-сюда. Ты прикинь, что случилось. Сажусь я в такси. У Твикса истерика. Но он не хочет находиться в этой сумке. А знаешь почему? Потому что в этой сумке его кастрировали. У него плохие воспоминания с этой сумкой. И вы представляете? Я вижу, что он каким-то образом открыл замок. Я в шоке. Окно открыто. Я вообще в шоке. Я давай быстрее его держу. Замок закрываю. Он царапается. В общем, все обошлось. Как он это сделал, я не поняла просто. Но все обошлось. Прикинь, он мой из окна. Не дай бог. Я себя никогда бы не простила. А я бы тебя простила. Значит, судьба такая у Твикса. Убежать из окна. Он сам это сделал. Понимаешь? Нет, это было просто... У меня ролл разваливается. Простите меня. Я никогда не знала, что внутри каждого ролла есть нори. Оказывается, штука стоит, называется нори. Мне сказал этот хозяин епоши, он сказал, что это вам информация нори называется. А то я всегда, когда звоню, мне, пожалуйста, в черном одеяле сверху с шапочкой и тянут. Кто-то не хочет ко мне. Ну ладно. Ничего страшного. Бывает. Бывает. Это безумно вкусно. Просто нереально. Я даже забываю пить. Я поняла, что с тобой нельзя снимать, не забивая челлендж. Я выиграю? Либо спорить на что-то неценное. Кстати, вкусно. Лайман оранж. У меня спайси. Лайман спайси. Я ничего не пробовала из этого. Вот только тот зеленый, который на окне стоит. Я попробовала на прошлом бумаге. И все. Я себя сегодня чувствую свободной девушкой. Такой молоденькой, которая ходит к подружке с ночевкой. Ты так и так молоденькая. Сколько тебе там? 36? 36. Не надо так меня палить. 37. А в последний раз у меня такое было... Никогда. Вообще, я не хотела детей до того, как увидела Жали. Я всегда думала, что когда появляется ребенок, ты сразу забиваешь на себя, уже за собой не ухаживаешь и так далее. То есть ты не можешь никуда пойти уже без ребенка. Но увидев Жали, я поняла, что человек, если любит себя, ухаживает за собой, развивается, пофиг, есть ли у него ребенок или нет. Тиме было там несколько дней, мы уже с Тофиком, с мужем моим поехали за границу. Нет, мы выезжали там по ресторанам ходили, он там у нас спал, а мы с ним отдыхали. То есть у нас никогда такого не было, что ребенок не позволяет нам быть вместе или еще что-то. Наоборот, нам с ним классно, комфортно. Мне еще понравился твой муж, Тофик. Знаешь, когда? Я помню, когда ты первый раз ко мне пришла. Мы после мукбанка сидели, болтали, доедали роллы. И тут позвонил Тофик. Я слышала, я подслушивала вот так. Он говорит, что давай, говорит, поужинаем вместе. И Жали такая, я уже не могу. То есть я уже обожралась, я пришла на обжираловку. То есть так прикольно, так романтично. Я тебя заберу, мы поужинаем вместе, потом пойдем домой. А не так, что пойдем домой, приготовь мне что-нибудь, я голодная тут. Нет, кстати, он никогда не требует, чтобы я готовила или еще что-то. А потом Жали такая сказала, так что ты же должен был поужинать. Он сказал, нет, я без тебя не буду ужинать. Я говорю, вау. Я не подаловидую, сейчас рассказываю, что я это все слышала. А я так первый раз слышу, что ты это слышала. Ты немного, я так убавляюсь. Хорошо, я буду знать. Так что... Хороший муж на вес золота, как говорится. Не люблю мужчин, которые вечно все требуют. Почему я это не сделала? Почему тут грязно? Такие перфекционисты, это не мое. А я начинаю убираться, мой говорит, сколько можно убираться? Я говорю, я же неделями там ничего не делала. Не надо. Пойдем фильм посмотрим. И там чистое все, да. А вот обои чистые. Все свитим. Закажем что-нибудь. Это хорошо. Хорошо, когда с супругом, вот друзья, кушай, яйка, кушай. Мы с тобой все доели, ты прикинь. 45 штук должно было быть. Ну, до того, как ты пришла, я бы несколько штук схомячила. Ай-яй-яй, ты меня не дождалась. Когда они были горячие, они были настолько вкусные. А они сейчас очень вкусные. Ну, сейчас доедим все, последний остался. На, забирай. У меня уже все. Последний твой. Не хочешь? Кушай. Ну, как хочешь. Это безумно вкусно. Я одно время заболела и начала кашлять. И потом этот кашлям у меня не проходил долгое время. У меня брат постоянно горал надо мной. Это, говорит, хронически. Уже до конца жизни пушка. Как старый мальчик. Так я могу вырезать этот мальчик. Прикиньте, реально, хронические каши. Всю жизнь до старости, как старая кашля. Не дай бог. По-моему, есть такие люди. Когда вовремя не лечишь, появляются хронические. Что мы еще будем делать? Я буду вести урок. Я буду смотреть со стороны лежа на диване. Нет, ты будешь делать. Кстати, ты будешь тоже делать. Я? Угу. Все. Я уже боюсь. Я на это не подписывалась. Ну, результаты потрясающие у твоих клиенток. Спасибо. Кстати, да. Вот на самом деле я сама радуюсь. Когда видишь, что есть результат, конечно, даже самой очень приятно, да? Да, у меня мотивация работать дальше. Я прям вот нашла себя. Вот прям нашла, нашла. Я тоже нашла себя. Вот здесь. Прикиньте, человек, который любит покушать, который снимает покушать, и человек, который заставляет людей не кушать. Мы нашли друг друга. А если ты тоже хочешь похудеть в короткие сроки, к лету, то обязательно обращайся к Жали. Так, у тебя еще тренировки, по-моему, есть, да, в Баку для беременных, насколько я знаю? Да, кстати, да. Сейчас ты их ведешь, да? Если ты беременна и смотришь меня, у тебя есть желание, зачем нужны эти тренировки? Для того, чтобы держать тонус тела, для того, чтобы потом после родов прийти быстрее в форму, вот. Ну и для своего здоровья и здоровья малыша. В общем, подробная вся информация будет в инфобоксе. Оставлю вам ссылочку на Жали. Переходите, обязательно подписывайтесь. На этом все. Всех любим, целуем. Bye-bye.